Поздравления и слова благодарности звучат в стенах УВД Бобруйского горисполкома. Орден матери из рук главы администрации Ленинского района получает технический работник. В группе поддержки Екатерина Кричко дети, друзья и, конечно, коллеги. Цветы, подарки от руководства и профсоюзной организации. Женщине трудно сдержать эмоции. Для меня орден матери – это заслуга перед родиной, перед семьей, так как я мама. Я горжусь, что мама, многодетная мама, ответственная мама. Наверное, все мамы заслуживают ордена. Глядя на эту хрупкую женщину, даже не верится, что она воспитывает пятерых. У нее, как в сказке, четыре сыночка и лапочка-дочка. Старшему Владиславу 22. У парня уже своя семья, двое детей. Однако для мамы он главная поддержка и опора. Средний Артем служит молодечно. 19-летняя Ангелина учится в торгово-экономическом колледже и делает успехи в легкой атлетике. Моя мама – самый лучший друг. Она моя свечка, моя опора. Она мне всегда поможет, поддержит, подскажет. И вообще, самое-самое любимое. В уютной трехкомнатной квартире не смолкают звонкие детские голоса. Своё жильё многодетная семья получила три года назад благодаря господдержке. Младшие делят комнату на двоих. Пятиклассник Денис увлекается футболом и помогает брату учить алфавит. Пятилетний Гриша не по годам серьёзный и рассудительный. Любит рисовать и лепить из пластилина. Моя мама красивая, добрая, не ругается. Мы её все любим. Накормить всех, навести порядок, выслушать каждого. Да и любимую работу никто не отменял. Реальная жизнь многодетной мамы совсем не картинка из журнала. Екатерина Кричко этого не скрывает. Признаётся, в многодетной семье скучать некогда. Но в этом и есть её главное счастье. Чем больше забот, тем больше радости наблюдать, как у сыновей появляются свои семьи и дети. Приезжали в гости друг к другу. Меня не забывали, если улетят далеко. Может, у кого какая судьба получится, где кому-то как получится жить. Чтобы они друг друга не забывали. А в сумме я хочу, чтобы они были счастливы. Таких многодетных, как Кричко, в республике свыше 114 тысяч. Пособия, семейный капитал и поддержка при строительстве. Государство предоставляет также ряд гарантий в сфере образования, здравоохранения, пенсионного, трудового, налогового и жилищного законодательства. Кроме того, Беларусь входит в 25 стран мира, где созданы благоприятные условия для рождения и воспитания детей. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск-360.